Да, он говорил, что его навыков хватит, чтобы остановить Хабиба. Ну, я думаю, он сам в это не верил, честно. Мне кажется, он больше шумих какую-то хотел создать, знаешь. Мне интересует бойс, и поэтому я хочу, знаешь, быстрыми такими шагами дойти и постараться как можно быстрее. Ну, не знаю, я раньше не дебютировал, и все, вот, первый раз дебютирую. Знаешь, я не копирую там Конора, но я скажу, что мне, в принципе, просто нравится такой стиль. Ходить из номера нельзя, контактировать нельзя. Тут люди, они даже в таких скафандрах, там, в мешках приносят пакет еды и оставляют возле их. И перед началом интервью у нас самая лучшая реклама, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом исправляться. Сегодня в гостях у Вестника ММА, свежеподписанный, дебютирующий в UFC, боец Роман Богатов, прямо из Абудаби. Рома, привет. Привет, привет. Ром, ну рассказывай, какая обстановка, я так понимаю, что у вас сейчас есть двухдневный карантин, как по новостям мы слышим. Расскажи вот про всю эту ситуацию, как вы прилетели, как вас сейчас держат в номерах там по отдельности, как вы проходите тесты и вот все вот это. Ну а мы уже, грубо говоря, второй карантин подряд проходим. Первый в Москве был, мы прилетели, сдали на ковид. Двое суток находились также в номерах, затем отбыли в Абудаби, прилетели, нас встретили, довезли до отеля, всех опрыскивали, все там вещи забрали, тоже опрыскивали. Сразу же на ковид сдали и по номерам, и вот в номере уже вторые сутки сидим, нам еду приносят, кушаем, только вот наедаем, по-моему, вес. В принципе, пока ждем результата, завтра утром будет готов результат, нам одену браслет и уже можно будет полноценно передвигаться. А что с весом, кстати? Ну вот, как ни странно, мы здесь реально объедаемся, но он стоит, даже немножко вниз падает. Но мы здесь в комнате все равно тренируемся обязательно. Вот сегодня нам сейчас маты принесли, правда, мы потренировались уже, но вот они лежат, поэтому будет уже удобней. То есть никаких проблем с весогонкой у тебя не будет? Да нет, мы сейчас потренировались, и у меня, в принципе, норма практически, 71 вес у меня. Ты похудел, получается, у тебя же обычно было больше? Да-да, я могу сказать, что лишний вес просто ушел, я больше стал на кардио работать, и скажу, что просто лишний вес ушел. Я 3-4 килограмма, у меня точно было лишнего веса, вот, поэтому я стал себя лучше чувствовать, легче и выносливый, и работоспособный, поэтому меня все устраивает. Как вообще перелет прошел, есть ли какая-то акклиматизация, потому что, как я понимаю, у вас уже там 40 градусов плюс. Ну, полет нормальный, в принципе, мы на чартере летели, то есть пустой самолет, и мы, я не знаю, какой-то даже не бизнес-класс, это, наверное, люкс-класс, или какой-то там высший класс есть. То есть мы полностью разложились там, спали, телевизор, все было, все, высший сервис, вообще высший уровень. Вот, прилетели, ну, здесь такая наша парилка, баня практически, можно париться вениками. На балкон минута 5 выходим, 10, и все, и обратно. И даже на балконе соседи никого не видел ни разу. Мы, по-моему, единственных тысяч выходим, вот, бах, руганом. Азиат и то, и то не терпит эту атмосферу. Ну, в принципе, мне нравится, я, потому что в бане часто хожу, и мне нравится, знаешь, где есть влажность, и где теплый климат. Ну, Тай, конечно, мне больше нравится, там более влажно, вот, здесь более суша, более душно. Ну, нормально, я, в принципе, к такой атмосфере адаптирован. Ну, в каждом номере кондеры, в принципе, здесь у нас как в холодильнике, в каждой комнате, наверное. Как вообще по поводу давления какого-то эмоционального? Это же все-таки дебютный бой в UFC, и такие необычные условия в другой стране с карантином двойным. Ну, не знаю, я раньше не дебютировал в UFC, вот, первый раз дебютирую. Ну, мне даже нравится, знаешь, такая вот, такой ажиотаж, суета такая, как-то, видишь, что-то новенькое на, так сказать, бойцовском острове бьемся, так называемом. Вот, это такой новый экспириенс, да, новый опыт, и, не знаю, мне интересно, знаешь, мне по кайфу, мне настроить бомбу, и, вот, у меня никакого там нету, так сказать, знаешь, боязни какой-то, страха, вот, не знаю, для меня, как, так, знаешь, на такое настроение, как игра, как театр, вот, я прям настроен, так, знаешь, на эпичные бои, можно так сказать. Пока никаких пересечений в гостинице, я так понимаю, с Леандром Сантосом или там где-то не было, не видел его из балкона, из окна? Да, мы когда приехали, вышли, и я на 2-3 этажа где-то видел, над нами бразильцы были какие-то, ну, по-моему, Дэйви Рамос был, такая пачка большая у него была, вроде бы он, а рядом с ним, не знаю, наверное, секунданты, вот, их только двоих видел, и, вроде бы, таких, что какие-то бразильцы были, но я не разглядел, я лицо. Тут не встречались, только вот со своим, мы встречаемся, с кем прилетели в нашу команду. Для тех, кто не знает, у нас с тобой вышел большой документальный фильм на канале, я оставлю здесь ссылочку, можете посмотреть, он очень классный. И мы снимали его с тобой достаточно давно, и еще тогда мы говорили о том, что ты уже сейчас-сейчас дебютируешь UFC, но с того фильма прошло полгода уже, и вот только дебют, можешь рассказать, почему так все сдвинулось? Ну, сначала там история с мудра, там такая, знаешь, неоднозначная, сначала даты немножко перепутали они, мы написали, что я употреблял еще на М1 челлендж с сотом в Китае, вот, и, то есть, с того времени год прошел, я указал это в форме, в декларации. Для них это, получается, 01-10, это 10 января, вот, для них это оказался октябрь, то есть, 1 октября, потому что у них сейчас идет месяц, а потом уже, по-моему, это, вот, потом идет, то есть, да, как сказать, день, да, да, день. Вот, и они подумали, что в октябре я употреблял его, и они сказали, нужно полгода где-то, чтобы наша команда приехала, проверяла тебя, ты будешь давать анализы, вот, потому что мы должны убедиться, что ты чистый, вот. Вот, потом я уже догадался, что у них какая-то проблема с этой датой, мы объяснили, что на самом деле это в январе, это 10 января, а не 1 октября, вот, и потом мы все это разъяснили, и они попросили просто подождать, по-моему, сколько это было, в декабре, наверное, где-то, ну, месяц-полтора они попросили подождать, потом в конце января, после новогодних праздников они прислали контракт мне, я подписал все, там, необходимые документы прислал, всю Минкомиссию прошел, и потом какое-то затишье произошло, знаешь, месяц-два, затишье, затишье, мы с Шоном Шилобе переписывались, то есть, задавали вопросы, он как бы говорил, да, скоро, скоро, но так все затягивалось это, и потом тут уже пандемия началась, и, можно так сказать, и из-за этого еще более, ну, глухо все стало, вот, затем Саят, менеджер, написал мне, что в июле много боев будет, не хочешь ли ты, ну, поучаствовать, и я, ну, принял решение, что, как бы, возьму, ну, то есть мы с Саятом будем работать, вот, и он, как бы, нашел бой, договорился, сказал, что предлагают на самый первый турнир, из четырех, то есть на номерной, и вот, озвучил фамилию Леонардо Сантос, сказал, что опытный соперник, ну, то есть, думай, решай, я сразу же даже не думал, потому что я, как раз-таки, и хотел этого, хотел начать, знаешь, с места карьера, я помню тебе говорил, уже вот, ну, почти-почти барбоза, да, как я вот ехал с барбозой, с топами, ну, это около топ, можно так сказать, тоже бразилец, и, ну, такой уже соперник, более-менее, да, он и какой-то... Да, на самом деле, очень крутой боец, у него в UFC 6 побед, одна ничья, поражений вообще нет, и он Кевина Ли вырубал, так что, прям, если победишь, то это топ-15, мне кажется, в рейтинг тебя может внести. По году он еще Стива Рэя тоже, так же вырубил, вот, наглух, на второй минуте, вот, а Стив Рэй тоже, как бы, такой, не мальчик для битя, можно сказать, он Майкла Джонсона, по-моему, в следующем бою прошел, вот, поэтому, да, у него действительно опасные руки, ноги опасные, ну, в основном рукой, да, правой задней, вот, у него на работу, но он проваливает и встречает хорошо правой рукой, поэтому надо последить, вот, ну, я думаю, тоже на моей стороне есть преимущество, он не самый молодой, да, я не думаю о том, что он, вот, знаешь, возрастной, ему 40 лет, и что он уже совсем никуда не годится, нет, я так и не отношусь к нему, я полностью дооцениваю его, но я думаю, что просто за мной, знаешь, молодость, я буду более маневренный, буду держать больше темп, буду давить, и попытаюсь вымотать его разносторонними, и в атаке, и в стойке в атаке, но атаковать буду, и к сетке прижимать, там у него такие минусы разглядел, и так переводить, где-то контролировать, но я думаю, у меня хороший шанс есть победить, и сразу я заявлю о себе, я не хотел, знаешь, вливаться потихонечку, взять какого-то для разминки, другого, третьего, вот, мне интересует поезд, и поэтому я хочу, знаешь, быстрыми такими шагами дойти и постараться как можно быстрее до вершины. Есть вот история недавняя с бойцом Виланте, он выступал до этого в среднем весе, потом в полутяжелом, а сейчас из-за карантина стал выступать вообще в тяжелом весе, и у него такое огромное пузо, ну, на него сказалось то, что были отсутствие там закрытой залы, отсутствие большое количество тренировок. Что у тебя по поводу тренировок? Ты себя в форме держал все это время? Просто я так понимаю, что в Оренбурге же тоже, наверное, с залами были некоторые проблемы. Да, знаешь, по-моему, мне кажется, что бы ни позакрывали, что бы ни случилось, я точно не смогу, знаешь, отставить спорт в сторону. В любой местности, в любом месте я найду возможность тренироваться, знаешь, даже на плачке, там, метр на метр, я по-любому найду возможность. И, конечно, я выезжал за город в основном, особенно, знаешь, в первые самые, вот в апрель, май, когда было очень все строго, где даже по городу не передвигались люди. Ну, я выезжал за город, у нас еще, знаешь, были дни, там, когда патрулировали, то есть объявляли, что будут патрулировать и МЧС, и полиция, все будут, то есть даже на улице, знаешь, опугались, что будут останавливать машины, проверять какие-то там разрешения. Ну, я на это не обращал внимания. Я выезжал за город, недалеко от Оренбурга есть, там, горы, ну, такие не горы, такие, знаешь, подъемы, холмы. Там взрывался, подъем делал, потом кроссфит такие, знаешь, там, вот, и ребят брал, мы там могли одновременно бороться в стойке, спарринговая, допустим, знаешь, спаррингуем, раунд спаррингуешь, там, раз в гору бежишь, прибегаешь, раунд борьбы, ну, и вот так вот, знаешь, смешивали. Ну, то есть я постоянно, в принципе, поддерживался в своем форуме, и для меня, ну, то есть никак вообще это не сказалось, пандемия, то есть я полноценно, можно сказать, тренировался. Что по поводу секундантов, с тобой поехал Баха, и мне еще Алексей Кисер рассказывал, что тоже должен вроде быть. Да, 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 этот Алексей тоже приехал, он вот здесь через два номера, мы так только ручкой машем, потому что выходить из номера нельзя, контактировать нельзя, тут люди, они даже таких скопфандеров, там, в мешках приносят пакет еды, оставляют возле двери, уходят, мы забираем, кушаем, мусорку выставляем, уходят в моем углу, и также вот, да, друг мой, бахтер. Это самый необычный опыт в твоей жизни вообще, то, что сейчас происходит? Ну, если брать в спорте, то да, однозначно. Ну, я, знаешь, всю жизнь, в принципе, какие-то экспириенсы, какие-то опыты, спонтанности, вот, поэтому, ну, именно в спорте, да, сейчас, наверное, самый-самый такой, знаешь, ажиотажный момент, наверное, в принципе, то, что я, наверное, с детства мечтал. Сейчас есть возможность действительно себя проявить, знаешь, выйти с таким оппонентом и показать, что я стою. Я думаю, это такой момент, знаешь, вот, как-то сошелся к свету, или, ну, нужно именно сейчас сделать все. Момент истины. Я видел по истории с других бойцов, что им в номере, у них лежит такой октагон, я так понял, сладкий какой-то, это тортик или что, и пирожные тоже с логотипом UFC у тебя было такое? Да, да, принесли тоже, такой вроде вкусный, там уже сетку съели, остался еще конвас и основание. Нормальный подарок, вкусный, шоколадный. Ну, мы, я-то себя ни в чем не ограничиваю, у меня там вес 73 был. Вот, и поэтому полклетки съели, еще осталась часть. Да, приятно они так относятся, удивляют, а на зеркале написали, там, по-моему, нокаут, что-то там, отправь нокаут. Потом при приеме пищи тоже приносят разные листовки. Там Ultimate, так, он на фут, чемпион, то есть UFC, как будто эти буквы они перевели, и я как бы там универсальный, там, знаешь, чемпион по поеданию. Ну, такие молодцы, относятся, у них хороший сервис, знаешь, такие заботливые, так все приятно, контактирую с ними. Ну, приятное вообще впечатление от Эмиратов. А вот объясни мне еще раз по поводу правил, то есть вам должны сейчас прийти результаты тестов, которые вы сдавали уже в Абу-Даби, и если у вас отрицательный тест на ковид, то вас уже могут пускать в какие-то залы, и вы можете выходить из номера, или вы до конца, уже до самих боев не сможете выходить из номеров? Да, завтра утром нам выйдут браслеты, и уже мы можем передвигаться, я, знаешь, точно не знаю, мы здесь, ну, то есть на острове находимся, да, вот это яс, он искусственный, вот, и я даже не знаю, на самом деле, передвигаться мы можем вне гостиницы, то есть у нас здесь огромная просто гостиница, вот сзади меня здесь, то есть, как сказать, гоночная трасса. А ты можешь вид показать? Просто к телефону. Да, сейчас. Прикольно, прикольно. Да, вот сегодня была тренировка, наверное, машины гонщие здесь ездили. Вот, ну, я не знаю точно, но мы сможем уже передвигаться по гостинице, сможем, наверное, там в ресторан приходить, там, по-моему, 30% должно быть, ну, заполняемости, ну, как он может принять. Затем можем, наверное, ну, не, наверное, точно уже в спортзал заходить, где есть, там, велотренажер, еще что-то. Вот. Но по острову, я думаю, тоже, наверное, мы сможем передвигаться как-то, наверное, на пляж сходить, возможно. И таких мы будем сдавать еще, по-моему, три-четыре раза анализов перед каждым событием, то есть перед каждым выступлением все будем сдавать на COVID. Ну, завтра у нас там фото, по-моему, съемка и с прессой общение. Ты уже выбрал трек, под который будешь выходить на бой? Да-да-да, выбрал. Это Виктор Цой. Он такая чуть-чуть переделанная, она больше такая чуть заводная, там, знаешь, чуть-чуть голос его отдаленно слышно, а больше чуть музыка такая, знаешь, ну, энергичная, бодрая. Еще хотел тебя спросить по поводу фотографии твоей, которые Ротто Абудаби, ты прям в стиле Конора Макгрегора, фотография, черные очочки, классная рубашка, бриджи. Расскажи, кто выбирал стиль и намеренно ли? Ну, знаешь, я не копирую там Конора, но я скажу, что мне, в принципе, просто нравится такой стиль, вот, то, как... Я не скажу, что я слежу за ним вообще, я не подписывал там ни на кого, но мне просто нравится именно такой примерно стиль, то есть майка пола там, обтягивающая там, какие-то штаны тоже, знаешь, из спортивной, это тоже такие с резинкой, обтягивающие, вот, там, кепки нам назад, с бородой, вот. А вообще стиль, ну, Юля мне, моя избранница, помогала, жена моя. Стиль, она очень, ну, следит за этими вещами, там, такая, по моде все знает, и говорит, ты должен в Абу-Даби уже по-серьезски поехать, это тебе уже не М1, в М1 ты мог спортивный костюм нацепить, поехать, а сейчас, говорит, уже все по-другому, давай, серьезно, уже одевайся как чемпион, если хочешь быть чемпионом, говорит, одевайся как чемпион. Вот, и так, сходили с ней, выбрали, она подобрала мне, ну, есть, это вещь, которая мне, в принципе, на внешность нравится, и плюс, там, по брендам, она что-то подсказала. Твой соперник, он бросал вызов Хабибу, я не знаю, видел ты или нет, что он говорил, что у него 6 побед в UFC. Да, он говорил, что его навыков хватит, чтобы остановить Хабиба, но, я думаю, он сам в это не верил, честно, мне кажется, он больше шумих, какую-то хотел создать, знаешь, где-то я тоже читал, натыкался, якобы, знаешь, вот, что он очень долго ждал топов, вот, и в итоге прождал, не дрался, то есть он с Кевином Ли победил в 16-м году, затем 3 года аж не дрался, я не знаю, по каким причинам, и вот в прошлом году он со Стивом Рэем дрался, и, знаешь, ну, то есть, очень большие, такие простои, то есть у него вроде бы рекорд, да, в UFC безупречный, но в то же время, если посмотреть, насколько часто он выступал, вот, и в некоторых боях тоже есть сомнения, там, с Мартисом, Адрианом Артисом, он также, знаешь, там, возможный бушет есть, такое, знаешь, спорное решение, возможно, проиграл даже, вот, и отчасти везение, и с Кевином Ли, он попал, и со Стивом Рэем, вот, поэтому, ну, знаешь, я думаю, такой соперник на бумаге очень грозный, но в деле, я думаю, можно, знаешь, ну, опровергнуть все его вот эти достижения, и показать, что не столько он грозный соперник, вот, а думаю, ну, с Хабибом, я думаю, без вариантов, я просто думаю, что напоследок он, может быть, хотел каким-то образом, может быть, как и Квинта, получить бой с Хабибом. Да, и вопрос сводится к тому, что не стоит заглядывать, да, наверное, кому-то за плечи, но я в тебя, например, верю, и желаю тебе удачи, и победы. Есть уже какие-то мысли, кому-то будешь бросать вызов, или мы все это увидим уже в октагоне? У меня каких-то, знаешь, заготовок таких нет, каких-то имен, смотря как, знаешь, сложится, если бой реально сложится хорошо, знаешь, получится очень доминирующий, знаешь, очень мощность, насколько выступить, проехаться, прям, что, я думаю, можно любого вызвать, прям, там, вот, так, знаешь, ну, я все ближе и ближе таким соперникам, который с именем хотел бы выступать, кто ближе, кто 15, с любыми, то есть, те, кто будут меня приближать к топам, к поясу, вот с этим соперниками, с любым, но потом, не знаю, если я выиграю, я, не знаю, может быть, буду кого-то там задевать, кого-то буду вытягивать на бой, не знаю, там, кто засиделся, кто заждался, буду, буду как-то там, как-то, не знаю, напрягать, чтобы уже пыль, пыль из себя сбрасывали, выходили, дрались, надо уже топ-15 обновлять. Что же, Ром, я очень рад, что ты там, где должен быть, очень жду твоего боя, действительно, очень интересно посмотреть, еще раз повторю нашим зрителям, что, кто не смотрел наш документальный фильм о твоей жизни, пусть его глянут, потому что он получился у нас крутым и интересным, желаю тебе удачи, еще раз попрошу подписчиков подписаться на твой инстаграм, он появится внизу экрана, также подписаться на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой, и надеюсь, после боя запишем с тобой еще одно интервью. Все отлично, увидимся. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.